Расскажи, как в походы берут такие вот супы и борщи, да? Да, мы вот две недели ходили по Крыму с кашей из топора. И вот это один из их супов, гороховый суп. Вот, конечно, при совместном спанье в палатке. Ну, короче, все норм. На сколько баночки этой хватит? Этой баночке на 7-11 порций, в зависимости от того, сколько мы сейчас туда воды нальем, можно сделать пожиже, можно сделать прям такую чуть ли не гороховую кашу, что тоже, в принципе, вкусно. В составе нет абсолютно никаких ни ешек, ничего. Здесь сушеная говядина, горох, лук, подсолнечное масло, картошка, морковка, чеснок, укроп, хлопья гороховые. Все. Никаких ни консервантов, ничего. То есть полностью просто сушеные штуки. Что нам для этого понадобится? Мы наливаем, значит, в Кан, мы наливаем 3 литра воды. Можно даже 3,5, чтобы было пожиже. Вода у нас кончилась. Есть чего? Например, вот, 3,200 пусть будет. Чем отличается вообще кашистопора от других сублиматов? То, что ее нужно варить. Эту еду нужно варить. То есть мы засыпаем гороховый суп в холодную воду, ждем кипения, и еще ждем, ну, все это должно вариться 20-30 минут. Засыпаем сюда, ничего тут больше нет. А помимо этого, сейчас мы положим туда всякие чухки-смешки. Еще у этих ребят есть вот такие вот штучки, которые мы тоже брали с собой. Это сушеный чеснок и сушеный лук жареный. Те, кто любит чипсы с луком, у нас ребята выживали его просто так. Ну, не знаю, то ли с голода, то ли, правда, вкусно. Я не люблю такой лук, поэтому никак не очень. Ребята говорят, вкусно добавляют. А можно попробовать чуть-чуть? Ну, ну, любителя просто. Я любитель, честно. Мне нравится. Чеснок, значит, его можно двумя способами. Можно его кидать прямо так, дольками. Он через 15-20 минут нахождения в горячей воде превращается в такие дольки чеснока, достаточно натуральные. Но мне это не очень нравится. Я, ну, заморачиваюсь, короче, по еде, и поэтому я его немножко мну, чтобы он... Вот он в супе попадается, и прям такая реальная долька чеснока. Это не очень здорово. Лучше поломать ее. Он должен развариться, иначе он будет твердый. Да. Вот вся продукция каши из топора, она должна проходить какую-то термическую обработку 15-20 минут. Но вот вы все это время питались вот этим супом, да? Да, не только эти. У нас было, ну, как бы, ребята из каши из топора продали нам на пробу свою продукцию, продукцию Галагала и Леовид. Леовид там просто, короче, фигачишь все это в кипяток, размешиваешь, 3 минуты и готово. Их нужно варить. Так, у нас здесь еще была такая штука. Ну, Леовид, честно говоря, ерунда. Мне не понравилось, много крахмала. Она хороша для высокогорных походов, когда нужно быстро экономить горелку, экономить газ, засыпала, размешала. Ну, для условий, вот такие, как у нас в Крыму, лучше брать вот кашу из топора, реально вкусно. Именно почему и решил вам показать это видео, как оно готовится, как выглядит, потому что это вкусно. Если кто-то поможет мне это подвесить, будет молодцом. Сейчас народ же только поел. Сейчас народ еще не поел. Я не хочу, чтобы, потому что мы играть потом не будем уже. Что мы делаем? Подвешиваем либо над костром, на углях, либо над газовой горелкой. Вода должна закипеть, и после закипания 30 минут, да? Да. После момента закипания 30 минут варите, и потом кушаете. Вот народ уже ест. Супчик реально вкусный, так что увидите, можете покупать. Рекомендую. Вот давайте я вам еще покажу состав. Гороховой с говядиной. Так, ну можете поставить на паузу. А вот и способ приготовления. За 5 минут до готовности снять с костра. В общем вкусно. Реально вкусно. Можно покупать, рекомендую. В принципе все. Всем пока, до новых встреч.